я даже не знаю с чего начать я просто чувствую себя какой-то жертвой меня хакнули да причем настолько жестко что я вышел из дома да да я бы тоже не поверил ну вот вам в руку ваш покорный слуга на прошлой неделе посетил крутейшую внимание конференцию по кибербезопасности вау вы видите но тут продакшен не хуже чем на каком-нибудь телеканале что такое безопасность это ощущение мы чувствуем себя в безопасности когда видим что все под контролем или если нам кажется что все под контролем наши страхи кроются в темноте в темноте знаний все неизведанное но бояться некомфортно поэтому мы убеждаем себя что все знаем ведь мы же прочитали учебник но главное не знать главное понимать потому что те кто готов на нас напасть прочитали тот же самый учебник значит что наши силы равны нет значит что они знают все о нашей защите и это делает нас безоружными как бы это сказать зачем тебе ружье если тебе угрожает жажда зачем тебе армия если бушу чума зачем тебе стена если враг умеет летать ну вроде понятно быть в безопасности это значит понимать что именно ты защищаешь что именно ты не готов потерять и чем можно пожертвовать ведь оборона это ресурс он исчерпаем и он очень дорого стоит наша жизнь открывать новое наша жизнь борьба за контроль наша миссия искать уязвимости там где их нет и находить находить быстрее чем это сделают другие игра началась и вы в ней участвуете хотите вы этого или не сложно сложно непонятно нифига что вообще такой слова какие-то умные кибербезопасность это это мужик какой-то в москве наверно сидит законы гаида придумает раскомнадзор там еще давай проще о том что было на конференции начну с простой интересной статистике в курсе о том то что последние 10 лет каждый год лидером по паролям четырехзначным или пин кодом были на карточках является 1234 больше чем у 11 процентов людей последние 10 лет каждый год это больше чем каждый десятый мы с вами говорим про хакеров какие-то взломы уязвимости что-то они там программируют непонятно сходы вот настолько люди не шарят про кибербезопасность про вообще это все движуху что такие штуки имеют место быть если это для тебя простенько и неинтересно то что насчет того что на твоем роутере на коробке которые дают тебе интернет и вай-фай могут прямо сейчас хакеры манить крипту и ты об этом нифига не будешь знать уже интересен да а что насчет того что баги и фичи видеоигр ботоводство дедосы 4 блин все это такое развивает кибербезопасность и делает ее просите за тавтологию безопаснее да на это тоже обращают внимание и об этом был целый офигеннейший доклад на этой конференции о нем я расскажу чуть позже уже интереснее аж если тебе расскажу что следить за людьми получать информацию из закрытых профилей вконтакте или из самого защищенного мессенджера в мире телеграме по словам павла дурова конечно не так уж и сложно если знать какие-то фичи лазейки приколы и так далее так далее об этом будет сегодняшний видос об этом была конференция по кибербезопасности это только малая часть того чем я сегодня расскажу остальное будет по ссылочкам в описании приятного просмотра я вам расскажу свой экспириенс как я это поглощал что мне было интересно как я вливался в эту движуху а начал я с вот этого деда и так здравствуйте меня зовут андрей масолович для кого-то кибердед в узких кругах его зовут кибердед это забавно у него есть youtube канал он его успешно ведет и его выступление максимально показательное того что происходило на всей конференции десятый походес десятые выступления жизнь налаживается о чем пойдет речь как это все повествование он просто богоподобен от максимально простого легкого и веселого что жена уехала в отпуск и вдруг утром получает на свой умный браслет сообщение у жены на руке пистол фитнес-браслет и похвалил что она хорошо провела неделю потому что прямо сейчас как думает фитнес-браслет она стоит на весах собственной квартире и ее вес 59 килограмм что для нее очень хорошо вот и жена поняла что прямо сейчас в ее квартире где оставался один кто-то стоит на весах причем этот кто-то или это кто-то килограмм на 50 весит килограмм на 50 меньше чем ее муж вот то есть напольные весы в сговоре с фитнес-браслетом сдали неверного мужа началось все с того простенького и веселого но дальше больше еще один срез это умение работать с платформами но поскольку мы разобрали сейчас самую защищенную платформу облачного хранения давайте рассмотрим самую защищенную платформу мессенджера телеграм телеграмме я обнаружил что мой младший сынули пропал с радаров то есть я увидел что я не вижу его аккаунта в телеграме но парень спрятался что делать и вдобавок что поставил hidden но чтобы скрыто но я знаю его номер телефона у вас тоже так бывает что вы знаете чей мир телефона на но не знаете что за этим номером кто кто за этим номером и что за этим номером что делать подсказываю заходите в telegram в своем аккаунте нажимаете заходите в контакты нажимаете добавить контакт пишите любое имя в контакте внизу ставите телефон нажимаете создать а получаете первые три элемента знаний первое telegram вам говорит да на этом телефоне есть аккаунт или нету аккаунта раз Второе показывает, когда он зашел в последний раз. Я теперь ребенка шпыняю, я говорю, ты что вчера до двух не спал? Нет, я в час лег. Я говорю, ну, не обманывай папочку, я знаю, что в два тысячи тусил. Ну и третье, там будут аватарки, одна или несколько. В данном случае я нашел, да, действительно, причем посередке, там, ссыдливое слово «хидден», то есть у человека поставлено спрятать, ну, спрятаться, не светить свой аккаунт, но при этом нет имени. А самое главное знать имя, ник, под каким ником человек прячется в Телеграме. Потому что просто знать, что у него есть аккаунт за этим номером, это мало. Что сделать? Подсказываю хитрую фишку Телеграма. В этот момент, когда у вас на экране сформировалась его карточка, и вы видите все, кроме имени, нажмите кнопку «удалить». Если вы нажмете «удалить контакт», то вместо того, чтобы удалиться с экрана, ну, переспросят, но вместо того, чтобы удалиться с экрана, там появится посмертная маска, будет написано «контакт удален», и появится посмертная маска контакта, где имя станет настоящим. Например, мой ребенок прячется от отца под именем Вуду Чайлд. Буквально мимолетом расскажу об остальных, потому что он их аж 20 штук показал, таких интересных приколов. Рассказал, как собирать информацию с закрытых профилей в «Контакте», аж настолько, что можно выйти до их паспорта. На ресурсе «City for me» я выбрал одного фигуранта по имени Дмитрий Анатольевич. Вот он мне сказал, хочешь, покажу его активность. Я сказал, о, хочу. И она мне стала показывать, в какой момент, откуда и через какой смартфон он выходил. Что вот сейчас вышел на iPad'ике, а сейчас там вышел с планшетика. Вот, то есть вы можете контролировать активность других. А вот о том, как банк палит паспортные данные. Дичь какая-то. У меня в руках был чек, причем это чек на оплату, подтверждение оплаты госуслуги. Идет серия паспорта, дальше конец номер и посредине стыдливые звездочки. Что делать, как восстановить номер паспорта? Ну, на первый взгляд, есть три пути. Обратиться к хайтерам, они что-нибудь сломают, заразят там, пошлют зараженный оттач, там стырят учетку и найдут. Либо обратиться к частным детективам, они по базам ранее накопленной информации найдут ваш паспорт. Ну, либо позвать ребят из службы безопасности Сбербанка, которым там скучно у себя чалится. Вот, они методами социальной инженерии разведут человека, и он им сам продиктует паспорт. На самом деле, есть четвертый путь. Давайте попробуем, вот, показываю путь мага, когда начинается магия. Внимание, вот так вот посмотрите на этот номер и сосредоточьте взгляд. Сосредоточили? Да? А теперь резко переведите взгляд на три строчки вниз. Как мой старший сын говорит, это родина, сынок. Вот. И таких кибердетов сказал аж 20 примеров, плюс несколько из реально крупномасштабных. Если что, ссылки о докладах, про которые я говорю, я вам тоже скину в описании, поэтому вы можете полную версию посмотреть сами. И вы поняли то, что это, блин, вообще не для сверхмозгов, прошедших 10 лет обучения программистам. И это будет интересно и понятно всем. А теперь давайте про то, что ближе к нам. Про видеоигры и как они связаны с кибербезопасностью. Ого, это мой любимый доклад со всей конференции. Не просто потому, что видеоигры, а потому, что сидят представители банков, IT-компании, мегамозги и на серьезных щах разговаривают про игры. Зачем хакают ваш ком через игру? Зачем читерят, античиты, юзают баги? Некоторые баги фиксятся. Почему некоторые нефиксятся превращаются в классику и их называют фичей, дедосы, ботоводство? Как от этого защищаются? Просто вау. И это только один доклад. А таких докладов была целая конференция. Я думаю, все играли в GTA. А GTA вообще, как игра, появилась из ошибки. Из-за бага. В каком-то в 95-м году существовала компания, никому неизвестная, Dish, что-то там дизайн. И не разрабатывали игру, где нужно было выполнять задания либо за полицию, либо за бандитов. Игра была скучная, тестеры зевали, и тут кто-то из разрабов допустил баг. И полиция стала не объезжать людей, а просто давить их. И преступников тоже. Всем это очень понравилось, все возбудились там. И решили сделать это основной идеей игры. И так вот родилась первая GTA, или же вот уже не промо-игра, игра магика. Что-то там про магию, нужно кастить какие-то заклинания. В самом начале игры можно было выложить вокруг себя вот такое вот поле из мин. Какое-то там надеть на себя шилд, что-то там закастовать, подрывать мины. И улететь вот на вот эту вот локацию. Причем эта локация доступна на каких-то очень-очень поздних этапах. Вот попав на эту локацию, можно получить вот этот имбовый портал. Это какое-то очень крутое заклинание. И как я уже рассказывал про GTA, уже хотели пофиксить эту багу создатели игры. Но игроки сказали, не надо, это вообще фишка. И это так и оставили. Или же вот Final Fantasy, бродилка, в которой ты прокачиваешь своего игрока, заражаясь какими-то героями. Чем круче герой, тем больше очков. В самом начале, соответственно, бродят какие-то плохие герои, от которых много не заработаешь. Но был вот такой вот полуостров, власти или всевластия, как его прозвали потом в журналах. Был вот такой вот материк, опять-таки, который должен быть доступен только на какой-то очень поздней стадии игры. Если ходить по краешку этого полуострова, то случайным образом можно было вступить в бой какими-то очень сильными и серьезными дядями, которые там жили. И тем самым на раннем этапе очень хорошо прокачаться. И как я уже говорил, это посчитали не багом и фичой, и тоже оставили и сделали своеобразной фишкой. Как вы знаете, там бегают свиньи. И как-то разработчики перепутали у свиней высоту и ширину. И получилось такое чудо. Их называют криперы. Они бегают и взрывают дома. В общем, добавили им функцию детонации и оставили это в игре как такую вот штуку, которая теперь всем мешает строить замки. Если вы играли в файтинги, там есть такая штука, как канцелы. То есть какая-то комбинация ударов, которую нельзя отразить, нельзя заблокировать. И это тоже был баг. Какой-то был бонусный уровень в этом стритфайтере, где нужно было разбивать машину. И обнаружили, что если соблюдать очень четко тайминг, нажимая на кнопку, то анимация обрывалась. И атаку нельзя было там никак заблочить. По классике, хотели это убрать. Все воспротивились. Это осталось и вообще стало стандартом де-факто для файтингов. Комбо-удары у нас теперь везде. И насколько я понимаю, это Махатмаганди. И он несет атомную бомбу на своих плечах. Что мы знаем о Махатмаганди? То, что он был пацифист, любил мир и вообще никого не обижал. Собственно, так и задумывалось в самой первой цивилизации, у которого по уровню агрессии из десяти было всего лишь единичка. А в игре вообще существовала механика, которая позволяла становиться более миролюбивым. И если ваш противник Индия, и там, соответственно, Махатмаганди, и вы его как-то задобрили два раза, то есть у него вначале падала его миролюбив, агрессивность до нуля, а потом еще раз падала. И тут мы сталкивались с тем, что использовали для типа агрессии Unsigned Byte. И, соответственно, Махатмаганди у нас становился в 25,5 раз более агрессивный, чем самый потенциально агрессивный игрок в игре «Цивилизация». Ну, а дальше нас ждало бурное развитие до атомной бомбы. И Индия стирала всю карту с лица земли. По классике это посчитали фишкой и перенесли во все остальные цивилизации. И третий доклад, который мне прям запал в душу, это про баги и фичи реальных компаний. Вот ты по-любому о них слышал, вот что-то где-то рядом, по-любому. А мужик очень простым языком, офигенскими примерами рассказывает, как баги и фичи могут являться реальными уязвимостями для челиков. Их могут использовать для получения какой-то выгоды. Как, допустим, можно получать личные паспортные данные, куда человек перемещается. Или, допустим, пример. Как получить бесконечный промокод в онлайн-кинотеатре ОКО? Как можно было получать? Промокоды. Есть прекрасный сервис, называется ОКО. Сам смотрю на нем фильмы. И на этом сервисе есть промокоды, как и везде. Мы ввели промокод, получили какую-то скидку, все замечательно, великолепно. Но почему я особенно люблю ОКО? Да, потому что где-то примерно пару лет назад там была интересная уязвимость, то, что мы вводим промокод, применяем его, ждем 15 минут, а потом применяем снова. И он применяется. Вот. Классная уязвимость, но быстро зафиксили. Спасибо коллегам из ОКО, которые разрешили мне о ней сегодня рассказать. Ну, естественно, она уже давно не работает. Зафиксили буквально что-то за день, за два. Вот. Как мы ее нашли. Или как, допустим, ну, знаешь, аутентификация. Типа тебе звонят на телефон, и тебе надо с номера телефона, который тебе звонит, последние циферки ввести, как код проверочный. Как это взламывается? Восстановление доступа через звонок. Есть прекрасный ресурс, который решил внедрить новый механизм восстановления кода. Ну, он новый относительно для них. То есть, все знают, наверное, историю или хотя бы раз сталкивались, когда забыли пароль, нажали восстановить код. И вам звонок на телефон, там, введите последние шесть цифр. Все хорошо вроде бы, да? Вот. И ребята это сделали. То есть, они, причем молодцы, они сделали даже целых два фактора. Давайте посмотрим на первый фактор. Это самая классная капча, которую я видел в своей жизни. Здесь все понятно. То есть, капчу мы обошли каким-то образом сложным. А дальше восстановление доступа. Вводим номер телефона. Нам поступает какой-то звонок, который состоит из шести цифр. И, соответственно, перехватывая уже запрос на введение этого промокода, я получил следующие параметры. 1, 2, 3, 4, 5, 6, естественно, это мой какой-то параметр. Я его придумал. Во-первых, выделено красным степ 2. То есть, по идее, даже можно капчу было забайпасить, не байпасить. Она действительно была сложная. И можно было сразу перейти на шаг 2. Это первое, что можно было сделать в этом случае. Но самое интересное потом, то, что у них номера этих телефонов ограничены. То есть, если раз 100 сделать это, то мы все равно попадем на тот же номер, который звонил нам первый раз. Классный способ восстановления паролей. Он работает до сих пор. Но это сайт неизвестный никому, поэтому я вам ссылки не показываю. Ну и, соответственно, горизонтальный brute force. Это всегда имеет место быть. Мы всегда защищаемся от вертикального brute force каким образом? Rate limit. То есть, там 10 раз ввел неправильно данные от учетки, и все, тебя заблокировали. Но часто забываем про горизонтальный brute force. Это когда мы берем один пароль и прогоняем его по всем записям каким-то учетным. Об этом стоит всегда помнить, то, что brute force бывает разным. Или как, допустим, можно следить за людьми с помощью приложения для знакомств Badoo. Казалось бы, фишка геолокации, люди рядом, но как можно это использовать, чтобы следить за людьми? Очень интересно! Обязательно посмотрите! Когда я был холостым, я сидел на сайтах знакомств. У него есть функционал, называется «Кто рядом?». То есть, вы знакомитесь с человеком, а дальше по вашему геотрекингу вам там показывают, что вот этот человек, вот этот человек, вот этот человек может быть рядом с вами, если у вас там есть какая-то взаимная симпатия. Но что сделал я? Я просто установил себе штучку, которая меняет мою геолокацию фейковую и назначил много-много точек на карте. Соответственно, таким образом я следил за перемещением людей с помощью замечательной фичи в Badoo. Спасибо Badoo за это! Итак, очевидно, что я бы не смог даже при всем желании рассказать, ну, всю конференцию, что там происходило. Но там, блин, столько всего интересного происходило. Можете это сделать сами, я лишь маленькую часть интересного вам рассказал. Может быть, вам что-то другое будет более интересно. Например, я там замечал еще несколько докладов интересных, как то, как хакеры взломали несколько сотен тысяч роутеров и майнили на них крипту, как, блин, взламывают мобильные приложения, как управляют спутниками устройства черного ящика, как взламывается Bluetooth, современные технологии мета-уровня, как, допустим, социальная инженерия может поставить, как твой сотрудник, коллега Петя, может целить всю компанию, просто сидя на порнхабе, и, блин, это куча-куча-куча-куча всего интересного. И ведь все это рассказывается на максимально доступном языке и с мемами. И на самом деле самое красивое я решил оставить на десерт. На киберконференции был макет города, в котором участвовалось две команды. Одной стороны были хакеры, которые пытались взломать этот город. Допустим, там ветряки дули, крутились, да, и хакеры такие под средством взломы могли остановить. Защитники, они должны были восстановить это, пресечь будущие атаки. ТЭЦ там дымило, да, они могли взять, обрубить ей, чтобы она перестала работать. Как они сражались друг с другом? Короче, хакеры против защитников. Там у них соревнования были. Офигеть! Целый город взломали, как Watch Dogs. А если вдруг вам и этого мало, то, ребята, есть офигенный YouTube-канал, на котором вы найдете очень много еженедельных новостных выпусков про самые важные взломы в мире. Киберпреступник может поменять температуру, время приготовления и настройки фритюрницы, а также удаленно включить устройство. От голода до пожара один шаг. Хакер не дает играть в Apex Legends. Геолицемерие или новые способности дипфейк-технологии. А ты прошел государственный фейс-контроль? Семейная пара из Китая барыжничает поддельными лицами. Офигенно легкая подача с юмором и мемчиками. Я лично посмотрел все выпуски. Залип. Рекомендую. Вот так вот. Вливайтесь в эту движуху, изучайте. Это прикольно. Это офигенно. Спасибо огромное ребятам, что позвали меня. Я не пожалел то, что съездил. Обычно меня тяжело вытащить из дома, но тут прям я преисполнился и мне было очень интересно. Если даже мне было интересно, то вам-то подавно будет. Что-нибудь точно для себя найдете. Все ссылки на них будут в описании. Вливайтесь в движуху по кибербезопасности. Начинайте, блин, хотя бы что-то изучать. Прокачивать свои мозги. А то, кто знает, на твоем роутере будут майнить биткоины, а ты, блин, не будешь шарить за это. Обидно будет. Челик... Ладно. Все ссылки в описании. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok